Живет в своей квартире, которая продана. Уже год у матери четырех детей Юлии Батовой подвешен жилищный вопрос. Начиналось все обычно. Взяла ипотеку, платила взносы, но в 2017 допустила задолженность и ее попросили на выход. О том, что моя квартира продана, я узнала из записки в дверной скважине. Мы обратились сразу в пункт полиции, где встретились с Френигоро Инжеликой Владимировной и еще тремя представителями этой же торгующей компании, которая выставила мою квартиру на торги. Где они мне пояснили, что ну все, квартира продана, прав ты никаких не имеешь, время на подачу апелляции нет, к адвокатам обращаться бесполезно. Но Юлия рискнула и, похоже, не прогадала. По мнению адвокатов, правда на ее стороне. Взять хотя бы факт, что женщина не получала уведомлений о досрочном возврате долга и передаче жилья на торги. Тем более в суде всплывают новые детали. Требование было отправлено не по адресу регистрации, который был очень хорошо известен Сбербанку, а было отправлено по адресу, где Батова Юлия Александровна была зарегистрирована всего два месяца. И вместо весенней улицы бумаги приходили на осеннюю. При этом уведомления о погашении кредита Юлии направляли в 2017-м и спустя год в 2018-м, когда квартира уже была на торгах. Кстати, сегодня адвокаты добились решения о повторной экспертизе жилья. Они считают, что трехкомнатную квартиру отдали за бесценок – миллион восемьсот. Низкая цена и могла позволить оформить взыскание. Оно допустимо, если задолженность превышает пять процентов от всего залога. Если на сегодняшний день цена квартиры будет определена в 2 миллиона 400 или еще больше, то в этом случае пятипроцентный барьер, который должен обязательно соблюдаться для того, чтобы обратить взыскание на заложенное имущество, он просто не будет соблюдаться. Экспертиза может затянуться на месяцы, но только после нее суди назначат заключительное заседание. А пока Юля вместе с четырьмя детьми живет в своей формально и не своей фактически квартире. Сейчас не потерять ее Батовой помогает Арис Шилья. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.